Привет, друзья! Это шоу «Доцента и клоуна. Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. А я Филипп Живлаков, психолог, арт-терапевт и клоун. Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения их авторов и героев, говорим о ситуациях, в которых они оказались с точки зрения современной психологии, чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее. Мы будем очень благодарны. Если вы напомните о нас миру, расскажете своим друзьям и близким, запостите этот выпуск в своих соцсетях, мы будем просто счастливы. Мы будем очень признательны, если вы поставите оценку и оставите отзыв на той подкаст-платформе, где вы нас слушаете. Заходите на наш телеграм-канал, на наш страничку ВКонтакте и другие соцсети. А если вы хотите нас поддержать, это можно сделать на Бусте, Патреоне и в Телеграме. Все ссылки будут в описании к выпуску. И сегодня мы поговорим о книге американского писателя Эрнесто Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». И тема «Инструкция, как распознать счастье». Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством. Он застрелился из своего охотничьего ружья. И в то время он был перед смертью очень нервно истощен, много пил. И от депрессии, в которой он не хотел признаваться, в клинике его лечили электросудорожной терапией. И Хемингуэй после сеансов электрошока стал терять память. «Неужели врачи не понимают, что для писателя память — это самый главный капитал?» — говорил Хемингуэй. «Что они со мной сделали?» Когда он почувствовал себя беспомощным, когда он почувствовал, что он лишён возможности писать, он предпочёл уйти из жизни. Всю жизнь он культивировал образ сильного мужчины, который должен превозмогать себя, который должен бороться, не сдаваться. И вот, когда он понял, что старость и болезнь сильнее его, он решил уйти сам, непобеждённым. Так он, вероятно, это видел. Но всего за несколько месяцев до этого Хемингуэй закончил черновую редакцию книгу «Воспоминания о молодости в Париже 20-х годов», такую книгу памяти, свою самую светлую и самую прекрасную книгу. Он не справился только с предисловием и не придумал названия для этой книги. Название дала книге жена, его последняя жена, «A Movable Fist», то есть буквально «Переходящий праздник». Но самое удачное название этой книги было дано в русском переводе. «Праздник, который всегда с тобой». И эта книга совсем не похожа на старческую литературу. И последняя книга Хемингуэя оказалась самой простой и самой лучшей. Как будто в ней он решил разобраться, что такое счастье, как распознать счастье и, по сути, как потерять счастье? Знаешь, прежде чем я перейду к каким-то своим ощущениям по поводу этих мемуаров, я вижу свой долг немножечко поддержать тех, кто сейчас находится в каком-то мраке. Я думаю про то, что люди частенько переживают, ну, может быть, не частенько, а в какие-то периоды времени переживают суицидальные мысли и мысли о уходе из жизни. И эти мысли могут колебаться от там навязчивых, абстрактных размышлений до ощущения, что я абуза, там, для близких друзей, и лучше бы уйти из жизни, и что там без меня будет лучше. И эти мысли, наверное, изнуряют, и начинается какое-то четкое планирование, как и когда уходить из этой жизни. И я думаю, что когда человек испытывает что-то подобное, это может напугать. И важно помнить, как мне кажется, что человек не один, что им есть люди, которые это чувствовали, переживали, и они могут поддержать. И у меня, ну, есть какая-то рекомендация для тех, кто там сейчас нас слушает и переживает нечто подобное, или, может быть, его друзья или близкие переживают нечто подобное. Мне кажется, самое важное — это не оставаться одному. Я расскажу про несколько платформ, которые могут оказать поддержку сейчас, даже если там, не знаю, стыдно обратиться за помощью. Это, например, есть онлайн-платформы, которые оказывают поддержку в режиме онлайн. Это, например, «Мертвая территория» онлайн. Это кризисный чат для подростков и молодежи. Я оставлю ссылку на него в описании и на другие поддерживающие онлайн-платформы. Всегда есть круглосуточные телефоны доверия в вашем городе и в вашей стране, где вы находитесь. Телефоны скорой помощи, которые тоже могут оказать поддержку по телефону. И, конечно, Центр экстренной психологической помощи МЧС России. И, конечно, я думаю про то, что вы можете написать нам письмо на почту, дождаться ответа. Вот мы обязательно ответим на это письмо и тоже что-нибудь посоветуем, порекомендуем и как-то, не знаю, по-доброму откликнемся. Нормально? Спасибо. Конечно. Вот сейчас ты рассказывал про вступление, про какие-то свои ощущения ты делился, про что для тебя этот роман. И я думаю про то, что я просчитал это недавно по твоей рекомендации. Я вчера продумал про свои впечатления, они были одни, и сегодня они другие. Я думаю, что, конечно, этот роман похож на вино, которое раскрывается постепенно и меняет свои вкусы в зависимости от настроения, в котором ты его читаешь, в месте, в котором ты читаешь. В периоде жизни. И как это все каждый раз переворачивается от какой-то, не знаю, милоты до какого-то там раздражения. Мои ощущения такие, что это приятная повседневность. Знаешь, как в мультике у Миядзаки, как там всегда готовят еду, как это все так красиво выглядит, что слюнки текут. Есть такой еще режиссер тоже японский, это Макото Синка его зовут, но он тоже рисует мультики. Вот все японцы умеют рисовать вот еду и предметы так, что хочется ими попользоваться. Писатель Харуки Мураками, который тоже является японцем, одна из его удивительных особенностей, его книг заключается в том, что там тоже такая повседневность, постоянно все едят, он режет помидоры, огурцы, и ты думаешь, что может быть скучнее? А потом читаешь и не можешь оторваться. Как он туда капнул три капелька масла? Вот-вот-вот. Хемингуэй про это же. Ты читаешь про то, как он сидит в кафе, или как он общается с официантами, как он общается с какими-то девчонками в баре, как он смотрит на кого-то в окно. Ну, в общем, такой набор того, что переживаем мы, то, что мы можем переживать каждый день и наполнять это каким-то магическим реализмом. Еще у меня, знаешь, какие поп-ап настроения про это все. Это у меня есть фильм, любимый, один из любимых, это «Милая Фрэнсис». Он тоже такой, знаешь, про повседневность, вот про вот эту красивую повседневность. Это история про девочку, которая взрослеет, которая разъезжается с подругой, и она хочет стать танцовщицей, но у нее не получается. И как она работает на самых, типа, дурацких работах, типа, там, в детском лагере, волонтером, потом что-то там еще, едет в Париж за кучу бабок, очень плохо проходит там время. Без пафса, в общем, вот эта история без пафса. Если думать про драматургию всего произведения, то я, конечно, думаю, что это ностальгия по вкусу. По вкусу? По вкусу. Знаешь, как, когда трава зеленее, сухарики и кола стоят 10 рублей, у них тот самый вкус, и больше никогда он не будет. Вот. И, конечно же, невидимая нить любви Хемангуэя к его жене Хэдли. И там нету ничего такого в лоб, но все пропитано какими-то невидимыми нитями, которых мы можем это все прочувствовать. И про здоровый труд какой-то, вот для меня, вот про вот это произведение. И правда про то, что такое мечта. Да, согласен с тобой совершенно. И нужно сказать, что в качестве одного из черновых названий для своей книги «Воспоминания о Париже» Хемангуэй рассматривал такое. Любить и писать хорошо. В этих словах и заложены две основные темы праздника. Это, с одной стороны, любовь к его, с его, их любовь совместная с его первой женой Хэдли. Тема творчества, потому что в Париже Хемангуэй начинается как писатель, там он пишет свои первые рассказы. В 1920-е годы в Париже жила целая колония американских писателей. Париж вообще был тогда столицей международной творческой богемы и, можно сказать, лучшим местом для начинающего писателя. Потому что, во-первых, в Париже было дешево жить, гораздо дешевле, чем в Америке. А во-вторых, Париж, в отличие от протестантской Америки, где принято уважать за материальный успех, любили и уважали талантливых бедняков. А именно таким был Хемангуэй. Он вернулся с войны, он женился и обосновался в Париже. Сначала как корреспондент американской газеты, а потом он решил рискнуть. Он решил бросить свою журналистскую работу и целиком посвятить все свое время, посвятить писательству для того, чтобы стать профессиональным писателем, настоящим писателем. Бросить все и уйти с головой в литературу, не зная, принесет она успех или не принесет, это же всегда такой вопрос, с неизвестным окончанием. Это довольно рискованное дело, согласись, что тебе нужно постоянно работать, тебе нужно экономить, возможно, даже голодать. И немногие люди на такое решаются, даже будучи совершенно свободными, будучи совершенно ничем не обремененными. А у 25-летнего Хемингуэя на тот момент была жена, был маленький сын по имени мистер Бамби, был кот по имени мистер Мур. То есть было довольно много разнообразных обременений. Но жена Хедли, главная героиня, она, конечно, показана здесь настоящей соратницей, она всячески поддерживала мужа и легко принимала все трудности и их бедняцкой жизни. Я знал, насколько ограничивал нас во всем и насколько это было тяжело. Того, кто занят своим делом и получает от него удовлетворение, бедность не угнетает. Я думал о ваннах, душе, смывных туалетах, как о вещах, которыми пользуются люди хуже нас. Но тогда мы вовсе не считали себя бедными, не признавали этого. Мы считали себя людьми высокого полета, а те, на кого мы смотрели свысока и кому справедливо не доверяли, были богаты. Мы питались хорошо и дешево, пили хорошее и дешевое, спали вдвоем хорошо и в тепле и любили друг друга. Я когда размышлял про тему счастья, я вообще вспомнил, что большинство моих курсовых работ и финальная дипломная работа в студенческие годы была посвящена теме счастья. Да. У меня тогда представления о счастье вообще отличались от того, который есть сейчас. Тогда у меня, знаешь, были какие-то очень наивные идеи о том, что жизнь создана для счастья, что человек должен делать все, чтобы быть счастливым. И это было у меня, знаешь, в каком-то позитивном, в таком токсичном позитиве, знаешь, когда люди должны быть клевыми, делать клевую работу, заниматься творчеством, ну, в общем, найти себя. Улыбаться друг к другу. Улыбаться друг к другу. Как говорил Карнеги, улыбайся, улыбайся, свалок. Улыбайся, 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 улыбайся. Вот это вот, да, я правда так думал, а потом в какой-то момент, я не помню, почему, ну, у меня моя дипломная работа называлась «Взаимосвязь психологического благополучия и склонность к девиантному поведению». То есть какая корреляция между тем, что человек творит какие-то преступные действия по отношению к себе и другим, если он несчастлив? Естественно, корреляция подтвердилась в том, что когда человек менее счастливый, он более склонен к какому-то рискованному поведению, ну, то есть по отношению к себе или к другим. А потом моя картинка мира про взгляд на счастье немножко перевернулась, и я понял, что окей, мир вообще довольно жестокое место, он не обещает, он не то, что жестокое, мне кажется, жизнь и мир, он безразличен к человеку, типа он говорит, вот, все есть, вода, там, углевод, белки, нефть, бери, делай, что хочешь, короче, мне все равно, на тебя твои проблемы, развлекайся как хочешь. И у меня, кажется, поменялась картинка с вот этого токсичного позитива до в сторону принятия. Мне кажется, что даже если человек задница, но он в какой-то гармонии, что ли, внутренней находится, он такой, типа, да, я задница, но зато какая. Мы же тоже влюбляемся в этих людей, которым как-то комфортно самими собой. И для меня тема счастья — это когда человек про себя больше понимает, у него меньше конфликтов внутри с собой, и больше принятия того, что у него есть. Если давать какое-то определение, что есть счастье, чтобы оно превратилось из какого-то вот этого абстрактного, розового, ванильного в более что-то ощутимое, то в моей дипломной работе я запомнил такую штуку, что никто не дает определению счастья, счастье меняется на психологическое благополучие. И я там написал около 80 тысяч вообще определений, что есть психологическое благополучие, но запомнилось мне одно, которое мне прямо, знаешь, оно до сих пор у меня в башке живет, что психологическое благополучие от противного — это когда нету депрессии. У тебя выделяется серотонин, дофамин, происходит захват, и у тебя, ну, работает дальше и радость, и интерес, любопытство, то, про что мы с тобой говорили во всех предыдущих выпусках. Там нету в определении того, что ты должен заниматься творчеством, любить женщин и мужчин, пить алкоголь, вино, зарабатывать кучу бабок. Там очень просто написано, что здесь серотонин, дофамин — все. Ты психологически благополучен. Поздравляю, вперед. Мир — огромная площадка, иди развлекайся. Ну, кажется, что это не психологическое объяснение, а химическое объяснение счастья. Химическое. О, ты хорошо сказал. Химическое объяснение счастья. Действительно, Хемингуэй пишет о том, что он был беден. Париж, в котором он обитал в это время, был щедр на простые радости. Там довольно многое этому посвящено. Химингуэй пишет, помимо прочего, что, закончив работать или что-то обдумывая, он любил прогуливаться по набережным Сены и очень любил ходить на край острова Сите. Сите — это остров, на котором расположен собор Парижской Богоматери. А Химингуэй любил туда ходить, потому что там был на самом краешке небольшой парк и прекрасное место для рыбалки. И Химингуэй, который провел свое детство в Мичигане на охоте и на рыбалке со своим отцом, он очень любил наблюдать за рыбаками острова Сите. И случалось, пишет он, что в ясный день я покупал литр вина, хлеб и кусок колбасы, садился на солнце, читал какую-нибудь из купленных книг и посматривал на удильщиков. Кажется, что какая может быть рыбалка на сене. А вот тогда она была, и он пишет о ней с большим пониманием происходящего, пишет про снасти, про наживку. Он пишет, что большинство рыболовов были пенсионеры, у которых инфляция съела пенсии. Я всегда радовался тому, что есть люди, которые ловят серьезно и основательно и приносят хотя бы несколько рыб в семью для жарки. Рыболовы и жизнь на реке, красивые баржи, буксиры, у которых трубы откидывались, чтобы проходить под мостами, большие платаны над каменными берегами, вязы, местами тополя. Мне никогда не было одиноко на реке. То есть высшее удовольствие для Хемингуэя было тогда купить себе книгу, вот там, может быть, на развалах осены, листать ее, сидеть на солнышке и смотреть за рыбаками. Хочу немножечко рассказать про простые радости. Если вы, дорогие слушатели, зайдете в соцсети, какие-то психологические паблики, они часто говорят очень простые какие-то штуки. Вы думаете, о, господи, да я все это знаю. Я все это знаю. Сон, спорт, здоровое питание, общаться с теми, кто мне нравится. Я все это знаю. Дайте мне таблетку быстро, чтобы быть счастливее, быть успешнее. И мне кажется, что зачастую психология правда говорит и напоминает человеку о самых простых, с первого взгляда, простых вещах. Ну, то есть, это же правда просто, ну, знаешь, лечь пораньше, поспать. Но в мире столько всего интересного, что ты не можешь просто этого себе позволить. Столько рилсов непросмотренных. Надо два часика оставить. Я хочу рассказать про пункты, которые, ну, точно, точно там поменяют качество вашей жизни. И есть замечательный курс Ельского университета. Он на сайте Курсес. Не знаю, доступен ли он еще на территории Российской Федерации. Мне кажется, что должен. Он бесплатный. И там это видео и практические задания, где рассказывается о самых, ну, современных исследованиях, на тему счастья, экспериментах самых разных. И я расскажу про пункты, которые там рассказываются, что если, ну, чтобы как-то сэкономить время, но если будет любопытно, я бы рекомендовал его послушать. Вот я думаю, что ссылку на него я тоже оставлю. И правда, так вышло, что счастье, оно упирается в простые какие-то пункты. Первое — это определить и использовать сильные качества. Если у тебя сильное качество юмор, типа шути и шутки. Если у тебя сильное качество это вежливость, будь вежливым. Ну, типа, возьми, то есть определить и использовать сильные качества чуть больше и внимательней. На этом курсе есть такой дневник, в котором тебе предлагают ставить галочки, когда ты используешь эти сильные качества и смотреть, как меняется твое состояние из-за этого. Второй пункт — это наслаждение и усиление его. Это вот когда ты берешь паузу на то, чтобы почувствовать вкус кофе, который ты пьешь, почувствовать запах пирожка, который ты ешь. Обычно жизнь быстрая, мы торопыки, а этот курс предлагает, ну, типа, наслаждаться. Наслаждаться и усилить наслаждение. Я с подростками сейчас делаю такую штуку, я им предлагаю что-то есть и делаю так, нарочно отыгрывая, как будто бы они смакуют. Если вы нас сейчас слушаете, пьете чай или едите какую-то булочку, то попробуйте сделать так, ну, нарочно поиграйте в то, как будто бы вы во французской пекарне самый лучший, где все звезды Мишлен собрались вообще все вместе, и вы едите эту булочку делать так. Обалдеть! И правда, будет вкуснее, это блюдо будет намного вкуснее, даже если это Доширак, даже если это Роллтон. Третье — это дневник благодарности. Это тоже не про токсичный позитив, это про то, что жизнь разнообразна и вариативна, и попробовать в конце дня написать о том, кому и чему вы благодарны. Уделите этому 15-10 минут. Если есть скепсис про это, то я предлагаю просто попробовать сесть и написать. Это могут быть маленькие штуки. Я сегодня зашел в кофейню, взял кофе. Я благодарен, что она открыта, ну, то есть, там, благодарен, что у меня был свет, и я мог постирать свои вещи сегодня с утра. Четвертый пункт — это случайные акты доброты и социальные какие-то блага. Тоже очень просто, что когда мы делаем кому-то хорошо, нам хорошо. Это могут быть любые случайные акты доброты. Подержать дверь, перевести денежку в какой-то фонд, дать мелочь бездомному, предложить кому-то донести пакеты до дома. Следующий пункт — это социальные связи, ну, общаться. Это какие-то микрообщения, когда мы, ну, заговариваем чуть больше с незнакомцами, не знаю, в кафе, типа, как дела мы спрашиваем. И также находить время для тех, кому мы рады, кого мы любим, и уделять им час и два общения с ними. И тоже качество жизни улучшится. Если вы погружены в работу, и у вас мало социальных связей, то их надо увеличивать. Людям нужны люди. Это тоже какой-то простой довольно пункт. Дальше — это работа с телом. Хотя бы 30 минут. Не обязательно идти в зал. Это может быть танец, йога, какая-то гимнастика, прыжки, прогулка. Тоже, если добавить 30 минут тела в день, то жизнь будет улучшаться. Сон — 7 часов плюс. И интересно, что в этом исследовании говорится о том, что хотя бы 4 дня попробовать 7 часов плюс спать, а не, ну, каждый день. Потому что, ну, правда, такое бывает, что билсы захватили, и мы не выспались. Цифровая гигиена, алкоголь, типа, за 5 часов до сна, что была последняя, там, прием его, там, типа, еда до сна. Вот это то, что как-то ухудшает качество сна. Качество сна теряется, и, соответственно, мы чувствуем себя более разбитыми на следующие утра. Медитации и практики осознанности — это когда мы просто смотрим, просто наблюдаем, просто слушаем, включаем все свои осязательные системы, обонятельные. Вот. То, что делает Хемингуэй. Смотрит на рыбаков, ест хлеб и кайфует. Как-то вот так, какие-то вот такие простые штуки. Но они, правда, работают. Правда, жизнь будет улучшаться в качестве, если это все пробовать. Класс. Знаешь, мне вспоминается эпизод из сериала «Клиника». Там есть эпизод, когда главный герой Джей Ди пытается уговорить пациентку, она довольно старая, но ей хотят предложить какую-то штуку, чтобы это как-то искусственно продлевало ее жизнь. Она говорит, «Да я готова умирать», она говорит. И он составил огромный блокнот, толстый, типа, чего ей надо сделать? Посмотреть на Эфелию башню, полежать на траве, посмотреть на облака, попробовать хот-доги в Германии. Ну, в общем, начинает ей начитывать, и она ему отвечает, «Я это делала, я это делала, я это делала». В конце он, ну, закрывая его, потому что он все перечислил, и она спрашивает, «А ты что из этого делал? Ты когда в последний раз, типа, лежал просто и смотрел на облака, просто заходил в то место, в которое ты давно хотел?» И он говорит, «Да блин, я не делал этого». И она говорит, «Ну так займись, типа, своей жизнью, не моей. Я уже свое отжила, я кайфанула по полной программе, иди ты кайфуй». И в конце серии, ну, она умирает, и он лежит и смотрит на облака. В празднике Хемингуэй очень много рассказывает о том, как он писал в Париже свои первые рассказы. Хемингуэй работал по утрам в кафе или в своей холодной комнатке и очень радовался, когда ему утром удавалось хорошо поработать. У него было прекрасное правило, которое мне очень нравится, правило останавливаться, когда еще знает, что будет происходить в рассказе дальше, потому что так он мог быть уверен, что сможет продолжить работу завтра. Но иногда, начиная новый рассказ, я не мог сдвинуться с места. И тогда садился перед камином, выжимал мандариновые корки в огонь и наблюдал, как вспыхивают голубыми искрами брызги. Вставал, глядел на парижские крыши и думал, не волнуйся, ты мог писать раньше и теперь напишешь. Надо только написать одну правдивую фразу. Напиши самую правдивую, какую можешь. В конце концов, я записывал одну правдивую фразу и от нее двигался дальше. И это уже было легко, потому что всегда находилась одна правдивая фраза, которую ты знал или видел или от кого-то слышал. Если я начинал писать, если я начинал писать замысловато или к чему-то подводить или что-то демонстрировать, оказывалось, что эти завитушки или украшения можно отрезать и выбросить и начать с первого, правдивого, простого, утвердительного предложения. Там у себя наверху я решил, что напишу по одному рассказу о каждом предмете, про который знаю. Так я старался делать все время, когда писал, и это была строгая, полезная дисциплина. В этой же комнате я приучил себя, закончив работу, не думать о том, что пишу, покуда не сяду завтра за продолжение. Так мое подсознание будет работать над этим, а я тем временем, надеюсь, смогу слушать других людей и все замечать и что-то новое узнавать. Надеюсь. И я читал, чтобы не думать о своей работе, чтобы на другой день не оказаться перед ней бессильным. Радостно было спускаться по лестнице с осознанием, что ты хорошо поработал, а для этого требовались и дисциплина, и удача, и теперь можешь гулять по Парижу где угодно. Теперь можно гулять по Парижу где угодно. Типа разрешение получил, можно и погулять. Я хочу сказать спасибо Хемингуэю за эти слова, пользуясь такой возможностью. Когда я в первый раз прочитал праздник, который всегда с тобой, вот эта фраза «Не волнуйся, ты мог писать раньше, напиши еще», она запомнилась мне и потом очень много помогала в жизни. Вот любой человек, который занимается творчеством, что-то пишет, стихи или прозу, даже если он пишет научные статьи или какие-нибудь сценарии, он знает то предательское чувство, когда ты садишься за что-то новое, за какую-то новую тему, открываешь файл, новый документ и абсолютно отчетливо понимаешь, что на этот раз тебе не справится. Что ты двух слов связать не можешь, как будто ты вообще уже ничего не можешь, как будто ты забыл все, что знал раньше и все, что умел раньше. И вот тогда на помощь приходит фраза Хемингуэя «Не волнуйся, если ты мог писать раньше, ты напишешь и сейчас». Успокаиваешься, тихонько начинаешь и пишешь. И еще я очень благодарен Хемингуэю за этот ужасно какой-то правильный подход к творчеству, который построен на здоровье и на дисциплине, потому что молодые писатели часто попадают под некоторое обаяние такого псевдормантического представления о творчестве, что вдохновение рождается из хаоса, знаешь, вдохновение рождается из творческого безумия. Надо довести себя, не знаю, чем угодно, алкоголем, бессонными ночами, надо довести себя до состояния ясновидящего, и вот тогда, якобы, в этот момент происходит настоящая встреча с вечностью, и вот только тогда рождаются настоящие шедевры. Хемингуэй говорит, нет никакого вдохновения, приходящего извне. Забудьте вообще про это понятие, есть понятие дисциплина. И если вы хотите что-нибудь написать, особенно, если вы хотите написать что-нибудь большое, какую-нибудь книгу, роман, диссертацию, то надо садиться за работу каждый день и писать, без исключения. и если сосредоточенно работать над текстом много дней, то в какой-то момент может возникнуть такое состояние, чудесное состояние небывалой ясности, как будто вдруг тебе стало все понятно и как будто все сложилось, и это состояние можно условно назвать вдохновением, но оно пришло только потому, что все эти дни ты дисциплинированно сидел над текстом. Мне в этой истории нравится несколько вещей. Это первое, которое ты про нее сказал, что без истощения. Мне очень нравится, что Химон Гуэй делает паузу перед тем, как он истощится, то есть когда еще остается азарт. Знаешь, мне это напоминает историю, у меня есть знакомая Алиса, она играет на саксофоне в джаз-бенде, и они играют прям такой, вы под него танцевали, кстати, на одной из моих благотворительных вечеринок. А, ой, это было чудесно. Дели джаз, и Алиса мне тогда сказала, что у нас есть внегласное правило. Надо заканчивать на пике, потому что если ты заканчиваешь, когда пик прошел, он может возникнуть раз, два, три, но он может и не возникнуть, и тогда ты заканчиваешь на каком-то истощении. Это как будто бы начинается какая-то тоска, потому что было, и ты не можешь туда вернуться, и ты пытаешься его как будто бы искусственно родить, и все это видят, и в итоге не хотят на это смотреть, на эти искусственные потуги. И мне вообще кажется, что человек в принципе, когда делает то, что он любит, он горит. Помню, как мне клиенты спрашивают типа из серии, как сделать так, чтобы я не выгорел? Я говорю, да ты типа выгоришь, если ты делаешь то, что ты любишь. Это никак, ну не избежать этого. Мы всегда горим в том, когда мы делаем то, что мы любим. Просто потом надо, ну надо как-то отдыхать. Ну и конечно, вот эти какие-то правила Хемингуэя, они помогают это выгорание немножечко сдвинуть на попозже. Еще мне нравится момент про какое-то доброе отношение к себе, знаешь, про самодоброту. Есть книжки про самодоброту, они еще так звучат сладко, самодоброта. Да, самодоброта как-то очень пошло звучит. Самодоброта или... Полюби себя. Они всегда начинаются примерно одинаково. В эти книжки по самодоброте спрашивают, что ты думаешь про самодоброту, что ты думаешь про самосострадание, что ты думаешь про это, как тебе кажется, что произойдет, если в твоей жизни появится больше доброты и самострадания к самому себе. Просит тебя написать, и ты там пишешь типа, я стану ленивым, я буду грязным, я буду безработным, я буду, я не стану знаменитым. Ну, в общем, пишут все свои тревоги, которые, как им кажется, что случится, если они расслабятся. То есть люди под самодобротой подразумевают какое-то полное вообще выключение и расслабление, когда ты как будто бы ничего не делаешь. И переворачивая страничку, автор пишет, наверное, ты написал, что ты станешь бездомным, грязным, типа так далее, и так далее. И объясняют, что самодоброта это на самом деле про то, что у нас есть критика, она с нами будет всегда. Вот когда мы не в ресурсе, когда мы в какой-то усталости, больше критических мыслей, и просто надо учиться им отвечать. Самодоброта стоит на трех столбах, и это не про то, что ты, ну, не знаю, это про то, чтобы обращаться с собой как с человеком, которого ты любишь. Потому что, ну, если ты себя не полюбишь, тебя никто не полюбит, как бы это пошло не звучало, но мне кажется, это так. Что за столбы-то? Есть три столба. Первый — это отключать какую-то драматизацию и обесценивание чувств вообще своих. Если произошла какая-то ситуация, где ты к себе недобр пошла не так, попытаться ее сделать такой зум-аут, как будто камера сверху, и посмотреть на нее просто описательно, типа из серии там, не знаю, я разозлился, я грустил. В общем, никак не драматизируя и не обесценивая свои чувства. Второй столбец — это общность человеческих переживаний. Ну, вообще, что все люди чувствуют чувства, у всех людей есть мечты, надежды. Мы не знаем, кто про что плачет в подушку, но мы знаем, что все точно плачут про что-то в подушку и расстраиваются. Про то, что люди в своих переживаниях очень похожие, ну, людям довольно знакомо то, что испытываешь ты. И третье — это представь вот так вот, у тебя друг, он подходит к тебе и говорит, слушай, я сидел пять часов за книгой и не написал ни строчки. Я думаю, что если ты ему скажешь, ну, ты типа и дерьмо, ты вообще ленивая слинья, ни хера не делаешь, ты лох, может тебе бросить нахер это все, может тебе уехать куда-нибудь, не знаю, в поле работать. И я думаю, тогда ты херовый друг. И мы так не говорим, мы говорим, слушай, ну, не получилось, может быть, ты устал, отдохни, попробуй завтра, отвлекись, попроси совета. Ну, в общем, мы начнем как-то поддерживать. Третий столбец — это попробовать смотреть на свою проблему, как будто бы ты обращаешься к другу, чтобы ты сказал другу, который бы находился в подобной ситуации. И вот Химон Гуэй делает так вот, я помню, там есть этот эпизод в книжке, когда он гладит тебя по груди и говорит себе, не переживай, ты писал раньше, ты напишешь еще, найди только одну честную фразу. Ну и, конечно, то, что ты тоже, про что ты говорил, про дисциплину, вдохновение — это не мана небесная, она не приходит случайно, это не сила природы, это мышца, которую надо качать. И недавно я услышал фразу от танцоров, очень классную, от профессиональных танцоров, не подключай эмоций, когда ты танцуешь, используй технику. Если ты используешь технику, эмоции придут сами, твой станец автоматически будет выглядеть очень страстным, очень эмоциональным. Если буду преобладать эмоцией над техникой, то это будет не танец, это будет какая-то нервота. Техника пригласит эмоцию. Я тоже думаю, что если ты пишешь каждый день, вдохновение придет, у тебя найдутся слова. Ну то есть, мне кажется, что когда мы ведемся на вдохновение, ну вот это случайное, три часа ночи, когда ты такой, все, я учу, четыре языка, начинаю делать зарядку, я думаю, есть большой риск столкнуться с тем, что нам не понравится то, с чем мы встретимся. Это нас расстроит. Если я скажу, все, заказываю пять килограмм глины, они приезжают, через час ты начинаешь лепить, и ничего не получается. И есть риск сказать, я полное дерьмо. Я в следующий раз тогда, вдохновение случится, и я обязательно, обязательно в это вернусь. Мне кажется, это фуфло, химон гуэй, топ. А можно сказать, что самодоброта вообще с дисциплиной очень связана? Ты говорил про три столпа, но можно уже добавить, вот когда ты перечислял то, из чего состоит счастье, счастье состоит из того, что ты себе там даешь высыпаться, что ты хорошо ешь, что ты занимаешься спортом, и ведь это же все тоже приходит вместе с дисциплиной. Ты же себя заставляешь раньше ложиться, ты себя заставляешь идти там куда-нибудь на танцы или в зал. Да, да, в этом же много свободы, в которой это тебя в школе заставляет что-то делать, а потом в жизни уже тебя никто ничего не заставляет делать. Если ты не высыпаешься, у тебя хреновое настроение, ну блин, начни высыпаться, возьми ответственность за свою жизнь. И видишь, есть это слово дисциплины, которое воспринимается, как вот это старуха с палкой, которая бьет, а есть вот это слово самодоброта. Это нужно тебе самому. Это самые какие-то действия, мысли, направленные на то, чтобы мое качество жизни улучшалось. Вот про что самодоброта. Я хотел сказать, что Хемингуэй в своем произведении, праздник, который всегда с тобой, пишет не только о дисциплине творчества. Может быть, этого было бы недостаточно. В самой первой главе, которая называется «Хорошее кафе на площади Сен-Мишель» есть удивительная сцена, где рассказывается и о метафизике творчества, о какой-то загадке творчества. Каким творчеством может быть в лучших проявлениях? И вот греки, наши дорогие учителя, древние греки, они говорили, что эрос – это и любовное желание, то есть желание обладания, с одной стороны, а с другой стороны – источник творчества. И что творческий акт может быть сравним с актом любви. И здесь у Хемингуэя, мне кажется, все именно так. Это было приятное кафе. Теплое, чистое, приветливое. И я повесил свой плащ сушиться, положил свою поношенную шляпу на полку над скамьей и заказал кофе с молоком. Официант принес кофе, я вынул из кармана блокнот и карандаш и начал писать. Я писал о Мичигане, и поскольку день был холодный, дождливый, ветреный, такая же погода была в рассказе. В кафе вошла девушка и села отдельно за столик у окна. Она была хорошенькая, со свежим, как только отчеканенная монета лицом, с гладкой, благодаря дождю, кожей и черными, как вороново крыло, волосами, наискось срезанными над щекой. Я смотрел на нее, она меня беспокоила и очень волновала. Не хотелось поместить ее в рассказ или еще куда-нибудь, но она села так, чтобы наблюдать и за улицей, и за входом, и я понимал, что она кого-то ждет. И я продолжал писать. Рассказ писался сам собой, и мне было трудновато поспевать за ним. Я заказал Рома Сент-Джеймс и посматривал на девушку всякий раз, когда отрывался от письма или затачивал точилкой карандаш, с которого на блюдце под моим стаканчиком опадала кудрявая стружка. Я увидел тебя, красотка, думал я, и теперь ты моя, кого бы ты не ждала, и пусть я больше никогда тебя не увижу, ты принадлежишь мне, и Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и этому карандашу. Я вернулся к письму, глубоко погрузился в рассказ и потерялся в нем. Теперь писал я. Он не сам писался, и я уже не отрывал глаз от бумаги, забыл о времени, о том, где я, и больше не заказывал Рома Сент-Джеймс. Потом рассказ закончился, и я почувствовал сильную усталость. Я прочел последний абзац, поднял голову и посмотрел, где девушка, но ее уже не было. Надеюсь, она ушла с хорошим человеком, подумал я. Но мне было грустно. Дописав рассказ, я всегда чувствовал опустошенность. Было грустно и радостно, как после любви в постели. И я не сомневался, что получился очень хороший рассказ, хотя окончательно в этом уверюсь, когда прочту его завтра. Перечитав эту сцену, я вспомнил историю, которая произошла со мной. Она произошла в городе Гавана, на Кубе. В один из дней, когда я был в Гаване, я гулял по городу, и я решил пойти в ресторан, который располагался на крыше отеля Фокса, небоскреба на берегу залива. Я пришел в этот ресторан, я знал, что он там находится, поднялся на лифте, зашел в большой зал, сел у окна, заказал себе коктейль Дайкири, кстати говоря, это любимый коктейль Хемингуэя, такой сладенький. Заказал себе коктейль и начал смотреть в окно. Солнце садилось, вся прибрежная Гавана стелилась на огромное пространство под ногами, впереди блестел океан. Я смотрел на эту невероятную картину и пытался вспомнить, пытался чего-то почувствовать. Дело в том, что я родился на Кубе и жил там до полутора лет. Потом уехали в Москву, и вот я только вернулся впервые после этого времени. И мы жили как раз в этом отеле Фокса. Окна нашей квартиры, они тоже выходили на океан, и, вероятно, я так же, как сейчас, смотрел на эту картину с маминых рук. И я пытался вспомнить, пытался что-то почувствовать. Мне казалось, что если я очень напрягусь, я смогу это вспомнить. Но у меня что-то, ничего не получалось, ничего не вспоминалось. Зал был полупустой, и тут напротив меня у стойки бара появилась парочка. Европейского типа мужчина, классический европеец в пижачке, и чёрная кубинская девушка. Скорее, она была такой мулаткой, но она была невероятно красивой. Удивительно высокого роста, она была на каблуках, у неё было очень красивое, такое благородное, даже аристократическое лицо. На ней было маленькое белое платье из такой тонкой ткани, что казалось, что если его сложить, оно может поместиться в кулачке, или может поместиться в каком-нибудь спичечном коробке, настолько оно было тонкое. А этот мужчина, её, был маленький, плюгавенький, немножко лысенький, вот, сильно уступал ей в росте, и они поравнялись только когда они сели оба на барные стулья. И вот они начали общаться. Точнее, говорил он. А девушка, она только смотрела на него и улыбалась такой рассеянной улыбкой, потому что, вероятно, она не понимала вообще ни слова из того, что он говорит, потому что он тарабанил по-английски, тарабанил с такой безумной скоростью, пулемётной, что никто ничего не поймёт из этого. И я смотрел на это, я удивлялся, неужели он не видит, что она не понимает, неужели он не хочет предпринять какую-то попытку хотя бы быть понятым этой девушкой. И ещё я смотрел на неё и видел, что ей очень холодно, её буквально трясло от холода, потому что очень сильно работали кондиционеры. И в Латинской Америке вообще принято, что если дорогое место, там должно быть так холодно, что у тебя просто волосы покрываются инеем. Её трясло от холода. Знаешь, такое бывает, когда человек, у него мышцы сами по себе ходят от холода, он пытается их сдерживать. И вот она сдерживала эту тряску и смотрела на своего спутника. Я старался не обращать на них внимания. Я пил дайкири, смотрел в окно, у меня своё было дело. Хотя эта девушка, конечно, меня волновала. И я думал, что ты делаешь с этим парнем, который даже не замечает, что тебе холодно. А мужчина у стойки, её спутник, всё как-то активнее, активнее говорил, жестикулировал, совсем её не замечая, не замечал, что эта девушка, она уже минут пять держит между пальцами незажжённую сигарету, как бы прося его прикурить, но он это не видел. Он говорил, говорил, наконец умолк, потрепал её как-то по плечу и убежал в туалет. И когда он скрылся из виду, девушка вся съёжилась, она начала тереть себе руки, потому что она сильно замёрзла. В этот момент к ней подошёл бармен с зажигалкой, попытался прикурить, но оказалось, что сигарета её сломалась. Девушка посмотрела на эту сигарету, она как-то распрямилась, бросила эту сигарету в пепельницу, взяла со стойки свою сумочку и в три таких красивых шага вышла из кафе и ушла. И я смотрел на это и я думал, что ведь они похожи с той девушкой из кафе на площади Сен-Мишель. Хемингуэй пишет, помнишь, надеюсь, она ушла с хорошим человеком, но, возможно, она ушла и с нехорошим человеком. То есть, она же в этом кафе сидела и долго его ждала, а он опаздывал, а она смотрела постоянно на дверь, то есть, она тоже была в каком-то подчинённом состоянии, и, возможно, он ей тоже как-то пренебрегал, как этот европейский мужичок. И я подумал, что я тут похож на Хемингуэя в этой ситуации, потому что я смотрел на эту девушку, я не знаю её, я не видел её никогда, не вижу, не увижу никогда, но я взял её в свой рассказ, и она стала моей, я её присвоил для своей истории. Когда она ушла, я как-то перестал пытаться вспомнить, всё равно у меня ничего не получалось, я тоже почувствовал, что я замёрз в этом кафе. Ещё этот коктейль Дайкири, который полностью состоит из льда, я достал шесть песо, положил их на стол, тоже вышел из кафе, спустился на лифте, меня как-то сразу встретила эта тёплая карибская ночь, стало как-то хорошо и спокойно, и грустно немножко. И я подумал тоже, надеюсь, она найдёт достойного человека, эта красотка. Возвращаясь к роману, хочу сказать, что одна из самых трогательных глав в романе называется «Тайные радости». Это рассказ о том, как Хемингуэй стал носить длинные волосы в Париже и как они с Хедли решили отрастить волосы до одинаковой длины. Хемингуэй рассказывает, что будучи журналистом всяких серьёзных изданий, он должен был выглядеть прилично, соблюдать все условности, должен был ходить в каком-то приличном костюме и должен был коротко стричься. Но когда он стал вести жизнь начинающего писателя, в этот момент можно было себе позволить отпустить длинные волосы. К тому же Хемингуэю нравилось, что стоило ему перестать стричься, и коллеги-журналисты, вот те, которые его окружали раньше, которые ничего не понимали в искусстве, они все начинали воспринимать его как обречённого. Начинали говорить ему «Нельзя так опускаться, Хэм, Хэм, возьми себя в руки». И это его очень веселило. «Мне нравилось ходить в обречённых», писал он, «и нам с женой нравилось, что нас считают совместно обречёнными». И вот однажды они сидели в кафе вместе с женой, и Хэдли ему сказала «Тетти, я задумала что-то увлекательное». Она называла его «Тетти». «Может быть, твои волосы будут такими же, как у меня?» «Но они у меня тоже растут». «Нет, завтра я подровняю их и буду дожидаться тебя. Правда, будет хорошо?» «Да». «Я подожду, и они у нас станут одинаковыми». «Мы сидели», пишет Хемингуэй, «она сказала мне кое-что секретное, и я ответил ей кое-чем секретным». «Люди подумают, что мы сумасшедшие», сказал я. «Бедные несчастные люди», сказала она. «Это будет такая радость, Тетти». «Как ты думаешь, другие люди умеют радоваться таким простым вещам?» «А может быть, они не такие уж простые?» И вот так они решили, что волосы у них должны быть одинаковой длины, и на следующий день Хэдли пошла в парикмахерскую, подстригла волосы. «Потрогай на затылке», сказала она. «Я обнял ее одной рукой, почувствовал, как наши сердца бьются под свитерами, и пальцами правой руки потрогал гладкую шею и густые волосы на затылке. Пальцы дрожали». У меня есть история про маленькие радости, про маленькое счастье, это про наш с вами театральный опыт. Помню, что когда я только мечтал о театральной жизни и о жизни, связанной с кино, я думал, что это богемские беседы, бесконечные сигареты, вино, танцы, шумные вечера, что вы сидите в баре и постоянно отыгрываете сцены, какие-то этюды на все на вас смотрят. Я вот сейчас так смотрю на это и думаю, это же как в плохом кино про театр. Когда я оставил эту мечту, оставил мечту о том, чтобы попасть в какое-то богемское сообщество, где есть только богемские беседы о Сократе, не знаю, Ницше, о чем-то таком, рассуждать про искусство. Когда я выбрал не путь славы и богатства, а удовольствие и коллективный труд, тогда то, о чем я мечтал, начало происходить. Мы с вами играли на больших площадках, таких как ЦИМ, ХАТ, имени Горького, Страстной, у нас были даже гастроли в Питер, и мы играли с вами большие роли, хотя на них не претендовали. И кто-то, слушая это, может сказать, вау, это моя вообще-то мечта, это принесло бы мне счастье. Тогдашнее я думал, вот это все принесет мне счастье, но счастье мне приносило совсем другое. Театр полного цикла, как вы любите это называть, это когда я покупаю воду на всех и какие-то фрукты, и бананы для перекуса, прихожу на площадку, мы переодеваем спортивные костюмы, начинаем убирать зал, строить декорации, кто-то спорит, ругается, после этого мы идем в гримерку, меня кто-то красит, люди друг друга красят и как-то украшают. Наш любимый друг Кирилл делает всем прически, потом мы выходим на сцену. Вся та же жизнь только на публику, все то, что мы испытываем там, за сценой, теперь на всеобщее обозрение, и это никак не переиграть и не исправить, и мы играем в это все. И после этого овации, цветы, когда люди уходят, мы снова надеваем спортивный костюм, мы смываем с себя всю тоналку, а после идем в какой-то ресторан, просто едим, и нету никаких богемских разговоров, мы просто беседуем о чем-то простом. Я помню, как Кирилл, который я уже упоминал ранее, сказал на одной из наших встреч тогда, что как здорово, что нам не надо прощаться навсегда, что мы обязательно встретимся еще. Это звучало так просто, без какой-то истерики, как в детском лагере, знаешь, когда вы разъезжаетесь, вы говорите, я буду писать тебе каждый день. Вот такого ничего не было, нету места никаким богемским беседам. Все довольно просто. Это просто была семья, это просто была какая-то секта, где мы просто жили, где у этого всего исчезает какой-то флёр магического. И он остается только на сцене. И самое дорогое мне во всей этой истории как раз-таки вот эти все принесенные бананы. И я, знаешь, когда попадаю в богемские какие-то истории, мне становится очень скучно. Я не могу. И мне кажется, это таким ненастоящим. Мне хочется обсуждать с людьми что-то простое. Ну, типа, какие... Какой у них любимый цвет? Не знаю, что они ели на завтрак, когда они обнимались в последний раз. Вот это все мне интересно. А когда я нахожусь в обсуждении каких-то философских тем, мне быстро это надоедает. И быстро хочется от этого уйти. Вот такой у меня рассказ. И для меня здесь друг и други мои какие-то истории про то, как то, о чем я на самом деле мечтал тогда, давным-давно, вот эта богемская жизнь, сигареты, кофе за кофе, вино за вином, сигаретка за сигареткой, как это все на самом деле неинтересно, как это все неважно. И как на самом деле этого всего нету. Что если есть театральные семьи, то они правда как семья. Ну, то есть сидят за общим столом, кто-то ругается, кто-то шутит, кто-то передает салат. И живут жизнь. Не истощаются, знаешь, без вот этих всего. О, сейчас мы напьемся и такую пьесу захерачим. Вот без этого всего. И вот такую простую жизнь живут Хемингуэ и его жена Хэдли. Но сразу вслед за тем, как они были счастливы, сразу за тем, как они пытались отрастить волосы одинаковой длины, случается обвал. Для того, чтобы по-настоящему стать известным, Хемингуэ нужно было написать роман. Все ему говорили, напиши роман, наконец. И он этот роман написал. Роман, который получил название «Фиеста и восходит солнце». И можно сказать, что благодаря этой фиесте началась его слава, Хемингуэя, и закончилось его парижское счастье, потому что в его жизни появились богачи. Годом раньше они не появились бы, писал он. Тогда у них еще не было уверенности, они не стали бы тратить свое время или свое обаяние на нищего писателя. Но роман был написан, и богачи приехали, и они стали его хвалить. Вы сами не представляете, какой изумительный роман вы написали. Эти богачи стали сорить деньгами, превращая каждый день Хемингуэя в праздник. И я, пишет Хемингуэй, подпав под обаяние богачей, стал доверчивым и глупым. Я благодарно вилял хвостом, нырял в представление о жизни, как о ежедневной фиесте, и полностью потерял осторожность. И в этот момент в его жизни появилась новая женщина. Полина. В этом произведении есть глава, которая называется «Рыба, лоцман и богачи». И в этой главе Хемингуэй рассказывает о том, как он любил двоих женщин. Довольно странно, довольно косноязычно, довольно сбивчиво рассказывает о том, как он любил и одну, и другую. Но, в общем, грубо говоря, он там рассказывает историю своего предательства, которую он пытается как-то подсластить. И если говорить просто, то Хемингуэй прожил со своей женой Хедли самые непростые, бедные годы жизни, мечтая о признании, о славе, Хедли его всячески поддерживала, говорила, у тебя все получится. И когда у него, наконец, все получилось, он нашел себе другую женщину. Много раз Хемингуэй говорит, что мы с Хедли считали себя неуязвимыми, но мы не были неуязвимыми. И так закончилась первая часть Парижа. То есть, из этой точки Хемингуэй отправился в какую-то большую новую жизнь с романом, славой и новой женой, а героиня Хедли осталась покинутой и одинокой со своим сыном по имени мистер Бамби и со своим котом мистером Муром. «Раскаяние не отпускало меня ни днем, ни ночью», пишет Хемингуэй, «пока моя жена не вышла замуж за человека, который был лучше меня и всегда будет лучше, и пока я не понял, что она счастлива». У этой книги удивительная концовка. Хемингуэй при жизни не смог написать вступление, но в новой редакции праздника, которая совсем недавно издана, ну, несколько лет назад, в разделе приложения даны фрагменты так и незаконченного введения. Хемингуэй писал много вариантов подряд, такой у него был творческий метод, такой у него был стиль, и во всех этих кусочках повторяется одна и та же мысль. «Это книга билетристика», пишет он. «Я многое изменил в тексте, но, надеюсь, Хедли поймет». Через две строчки «Надеюсь, Хедли поймет». Еще через две строчки «Хедли здесь героиня, и, надеюсь, она поймет и простит мне вымыслы». Хедли знает и поймет. Хедли заслуживает всего самого хорошего в жизни, и она поймет. И это какое-то навязчивое, да, навязчивое повторение. Я читал это ненаписанное введение и чувствовал, что в таком виде, в рваном с этими бесконечными повторениями, это лучшее заключение. Действительно, совершенно гениально оно помещено в конец, потому что это свидетельство его раскаяния. Тут видно, как Хемингуэй как будто хочет попросить прощения за то, что сделал 40 лет назад, и никак не находит правильных слов, и, по сути, он же этих слов так и не нашел. Но еще можно сказать, что Хемингуэй просит прощения у Хедли всей своей книгой, изображая ее такой прекрасной, какой она предстает в празднике. То есть, как бы перед смертью он решил попросить прощения. Все вспомните, попросить прощения. Париж никогда не заканчивается, пишет Хемингуэй. Таким был Париж в ранние дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы. У меня возникло соображение, которым хотел с тобой поделиться, по поводу вот этой дихотомии «Началась слава, закончилось счастье» и соображение про девушку из кафе на площади Сен-Мишель. Вот эта прекрасная сцена в первой главе, когда Хемингуэй приходит в кафе и он видит девушку, прекрасную и недоступную девушку, которая не обращает на него никакого внимания, потому что он неизвестный писатель. А может быть, Хемингуэй хотел бы, чтобы она обратила на него внимание. Тогда. А вот давай вообразим ситуацию, что прошло много лет, Хемингуэй приезжает в Париж, но уже приезжает как всемирно известный писатель. Он действительно совершал такое сентиментальное путешествие, вернулся в Париж и смотрел, ходил по тем местам, в которых он был счастлив. И вот, помимо всего прочего, он приходит в это хорошее кафе на площади Сен-Мишель, он садится в кафе и проходит какое-то время, и в кафе входит девушка, такая же, как тогда, или очень похожая. Он же уже знаменитый писатель. Теперь эта девушка, она видит его, она его узнает, и теперь она не отворачивается от него, и она не смотрит на дверь, не ждет никого, а она смотрит на Хемингуэя и как будто даже хочет к нему подойти. Ситуация меняется. Но был ли бы Хемингуэй рад такой ситуации? Я когда-то слышал историю про Марлона Брандо, может быть, тоже знаешь эту историю. Марлон Брандо, великий актер, красавец, которого любил весь мир, которого обожал весь мир. В какой-то момент, в очередной раз он развелся, и он тогда находился на пике своей популярности, и в этот момент у него развилась паранойя. Ему казалось, что все девушки, которых он встречает, они проявляют к нему интерес не потому, что он такой хороший, интересный, а потому, что он звезда и потому, что он богач. И он уехал на какой-то остров далекий, на этом острове он закопал свой Оскар, и он искал девушек, которые вообще не знают, что такое цивилизация, которые не сталкивались ни с кино, ни с телевидением, и никогда его раньше не видели и не знают. И только в этой ситуации он мог надеяться, что они к нему относятся искренне, что они интересуются им как человеком, а не его деньгами, не его славой. И вот мне кажется, что известный Хемингуэй, который вернулся через десятилетия в это хорошее кафе на Сан-Мишель, когда все изменилось, он не был бы рад интересу, который к нему проявила бы эта девушка, он отвернулся бы, может быть. В юности она была недоступна и прекрасна, и она могла стать его музой, она могла стимулировать его творчество, а сейчас она могла бы только стать частью его паранойи. Вот что с человеком делает Слава. Такая вот прекрасная и грустная книга получилась, и если коротко говорить о жизни Хемингуэя, то в 1930-е годы он получил свою широкую популярность наконец, а в 1950-е годы он стал всемирной звездой, он получил всемирную славу, он получил Нобелевскую премию, он купил особняк на Кубе, где принимал бесконечную череду голливудских звезд, пил с ними всякие вкусные очень дорогие напитки. Короче, он получил все, о чем мог бы мечтать любой писатель. Но оказалось, что настоящее счастье было вот в те годы в Париже, когда он был никому неизвестным писателем, когда они с женой Хедли жили над лесопилкой, да, когда у них не было душа, когда у них была одна маленькая печка, которая еще и чадила, зато было творчество, были книги, были друзья, можно было сидеть на берегу на травки и смотреть на, наблюдать за рыбаками на сене. И была это вот их какая-то очень проста искренняя любовь, и они чувствовали себя неуязвимыми. И знаешь, как будто Хемингуэй дает нам инструкцию, как потерять счастье. И эта инструкция звучит следующим образом. Потерять счастье очень просто. Надо не ценить того, что имеешь, и хотеть лучшего. И обязательно счастье будет потеряно. Ну, вы, конечно, это... Ну, вы, конечно, даете. Что вы такое говорите? У меня немножко другой рождается рецепт несчастья и счастья одновременным. Я вот на данную секунду, на данную минуту я думаю про то, что весь этот роман о том, что у счастья есть накопительный эффект, и у несчастья тоже. И когда несчастье накапливается, счастье вытекает. Ну, в общем, какая-то у меня такая рисует, знаешь, картинка, что метафора накопления, знаешь, что в какой-то момент оно окопится и такое динь-динь-динь-динь-динь, поздравляю, вы собрали полное несчастье, забирайте его. Оно ждет вас в отделе номер три. Копилось, видимо, все равно какое-то несчастье в тот момент. И то, что, знаешь, казалось тогда, может быть, каким-то раздражающим фактором и несчастьем сквозь года, через призму ностальгии, кажется чем-то счастливым. Про это, видишь, мы не поймем, потому что у него и не спросить про это. А может быть, знаешь, счастье счастью рознь, потерявшись ценим. Вот это все. Конечно. Манифест есть у тебя? Без пафса, скажу. Давай. Практикуйте наслаждение. Вот таким образом. Возьмите чашечку кофе, чашечку чая, печеньку или, может быть, селедочку или огуречек. Откусите, или сделайте глоток, сделайте так. Как это вкусно. Черт меня одери. Как это прекрасно. И все. Мне кажется, правда, счастье так работает. Да и несчастье, наверное, тоже, что несчастье чувствуется в моменте, а счастье чувствуется только, когда мы оборачиваемся назад. И мне кажется, только когда мы практикуем наслаждение, только когда мы практикуем паузы, остановки, мы можем увидеть, что, блин, оказывается, все не так уж и плохо, как я думаю. Оказывается, есть чем сказать спасибо. Оказывается, есть вкусная селедочка, вкусный огуречек, Вкусный глоток чая. Во мне говорит какой-то... какой-то святой отец. Я не знаю, к чему-то я призываю. К чему-то простым радостям. Святой отец селёдки и огурцов. Ну что ж, спасибо, пора прощаться. Это было шоу «Доценты и клоуна». Базаров порезал палец? Да, я Борис Прокудин. А я Филипп Живлаков. Она здесь. И Настя Медведева. И что-то там так много регалий, что мне даже лень перечислять. Спасибо, что вы нас ждёте, слушаете, делитесь про нас в соцсетях, пишите приятные слова, показываете родным и любимым. Это всё помогает нам, помогает нам оставаться на плаву и быть классными. И отдельное спасибо, конечно, хотелось бы сказать тем, кто продолжает поддерживать нас на Патреоне, Бусти и донатить в Телеграме. Бусти подойдёт для тех, у кого российские карты, а Патреон для тех, у кого зарубежные. А в Телеграме и то, и то. Как хотите, поддерживайте нас. Хотели напомнить, что мы сделали новый формат. Мы вместе собираемся раз в месяц и делаем какие-то арт-практики, проводим занятия по сторителлингу. Так что, если вы хотите присоединиться, присоединяйтесь. В этом выпуске литературные вставки для вас прочитал Амбарцун Кабанян. А музыку, как всегда, написал специально для выпуска Кирилл Небогин. До следующего эпизода. До свидания. Передаю привет Филиппу Прекрасному. Филипп, с прошедшим тебя с днём рождения. Надеюсь, ты питаешься хорошо, не ешь хвостики от хинкали, не замораживаешь их на холодный век. Для тебя звучит песня Ирины Аллегровой. Амбарцун Кабанян